Для того, чтобы подготовить иллюстрацию коробки нашей электронной книги в нужном ракурсе и зеркальном отображении, нам понадобится три файла заготовки. Первый файл в формате .dpg, рисунка коробки, рисунок вы можете скачать в интернете. Второй файл, обложки на нашу коробку, подготовленные в программе CorelDRAW. И третий файл, пустой файл программы .paint.net. В этой программе мы будем делать зеркальное отображение. Размеры изображения должны быть 800 на 600. Следующий шаг. Открываем файл с нашей обложкой в программе CorelDRAW. И делаем следующее. Файл, печать. И нажимаем кнопочку предпросмотр печати. Вот перед нами появилась наша обложка. Теперь открываем программу PLS. И нажимаем кнопочку с пиктограммой. Вот желтенький смайлик. Этим мы откроем программу ScreenCopy. Программу для фотографирования с экрана. Вот она у нас появилась. Эта кнопочка в меню Trace. Итак, поднимаем файл CorelDRAW. Нажимаем правой кнопкой мыши на наш смайлик в Trace меню. И даем команду приступить к копированию. После этого выделяем нужный нам участок. А мы выделяем сейчас тот участок, который пойдет на титульную сторону нашей коробки. Курсор помещаю внутрь выделения. Нажимаю правую кнопку мыши. И говорю сохранить файл в формате JPG. Ок. Да. Назовем этот файл. Corel1. Так, сохранить. Опять нажимаю на наш смайлик правой кнопкой мыши. Даю команду приступить к копированию. И выделяю на обложке вот этот участок, который пойдет на боковую сторону коробки. Помещаю курсор внутрь. Нажимаю правую кнопку мыши. И говорю сохранить файл в формате JPG. Этот файл называем COV2. Сохранить. Так, вот что у нас получилось. В папке, где у нас были заготовки, появилось еще два файла. COV1 и COV2. Далее. Открываем файл картинки коробки, который мы скачали из интернет. В формате JPG. Открываем в программе Photoshop. И удаляем все нам ненужное. В этой картинке. Или вот так вырезаем, или же через команду стереть. Чтобы у нас получилась вот такая вот коробочка чистая, с белыми полями. Затем открываем наши файлы COV1 и COV2. Открыть в программе Photoshop. Так. Открылась. И следующий файл. Открыть Photoshop. Итак, у нас три файла. Теперь. Берем файл с картинкой обложки на титульную часть коробки. Выделяем его, этот файл. Далем команду выделить все. Видите, у нас появились такие вот полоска, движущаяся по краям. Говорим правка копировать. После этого выделяем файл с коробкой, с рисунком коробки. И говорим правка вставить. Вот мы вставили. Он у нас закрылся с коробкой, рисунок обложки. Теперь говорим правка даем команду трансформировать искривление. И начинаем подгонять картинку обложки под коробку. вот таким вот образом. Желательно подогнать точно. Картинку можно увеличить, чтобы была точная подгонка. Для этого сделаем вот так увеличив точно подгоняем края. Точно, точно. так и здесь. Теперь сделаем боковую сторону. Выделяем файл с картинкой боковой стороны. обложки. Так. Так, здесь мы не нажали интер, чтобы трансформ закрепить. Теперь в первом файле. Теперь выделяем. Говорим выделить все. Правка копировать. Выделяем файл с нашей коробкой. И говорим правка вставить. И точно так же подгоняем эту картиночку искривлением. Правка трансформ. И у нас искривление. И вот я подгоняю эту картинку под нашу коробку. вот что у нас получилось. Теперь мы должны склеить слои картинок в этом файле. Потому что здесь три слоя. первый слой это картинка коробки DVD из интернета. Второй слой это картинка на титульную сторону коробки. И третий слой это картинка на боковую сторону коробки. Делается это так. Слой склеит все слои. После склейки слоев сохраняем файл. коробки и так мы получили изображение нашей книги в виде DVD коробки в нужном ракурсе. А теперь сделаем это изображение таким образом, чтобы у нас было зеркальное отражение этой коробки. Для этого запустим программу Piant.net выделим команду свои импорт из файла импортируем нашу коробку в программу затем клавишами Ctrl X вырежем и вставим слой фон. Затем верхний слой прозрачный опустим вниз это важное условие. То есть коробочка картинка должна находиться в слое фон а внизу должен быть прозрачный слой. Затем выделив слой фон берем команду прямоугольная область и выделяем под коробочкой прямоугольную область клавишей D удаляем фон но тут мы очень далеко сделали поэтому чуть ближе можно сделать затем инструментом LASSO удаляем фон по крылью под коробкой так и с этой стороны так теперь нажимаем команду эффекты искажения и команда Red Fleur Reflection вот смотрите уже появилось зеркальное отображение вот эти ползунки позволяют настраивать зеркальное отображение больше длиннее контрастнее и так далее вы сами поэкспериментируете с ними окей далее делаю файл сохранить как выбираю формат и говорю сохранить сохранить я дальше не буду эту картинку а с помощью программы ScreenCopy мы это уже с вами делали скопирую полученную картинку в бусер обмена и вставлю в программу PLS то есть в документ создадим этот документ назовем его обложка 4 выберем шаблон Word пустой RTF вот мы его получили вот он у нас этот файл откроем этот файл в своей программе в программе Word и клавишами Ctrl и с буфера обмена вставим нашу картинку отредактируем ее уменьшим разместим по центру и закроем файл с сохранением смотрим что у нас получилось у нас получилась вот такая вот обложка мы можем ее опустить чуть ниже с сохранением вот с таким зеркальным отображением делались еще вот такие вот картиночки вот еще один документ вот изготовился еще документ в общем-то это красиво попробуйте и вы сделать такие иллюстрации с зеркальным отображением и последнее скачать исходники к видеоуроку и программу Paint.net нужно у меня по ссылке на сайте в разделе презентации под раздел делаем иллюстрацию спасибо за внимание субтитры